Всем привет друзья, с вами Эрнесто, я продолжаю играть на Аризоне РП Сейнт Роуз. Наконец-таки вышло долгожданное обновление с удалением нового острова, с переносом бизнесов, домов и так далее. Также, по-моему, если я не ошибаюсь, вышла еще новая система ловли, где теперь не нужно вводить капчу, где теперь просто будет, как раньше было на адвансе, на даймонде. Вы узнаете, что за дом после его слета. Это мы все попозже с вами посмотрим. Сейчас я хочу отправиться на новый остров и посмотреть теперь, что там на этом месте. По идее, его должны были просто удалить. Также еще вышла новая система автобазара, которую мы тоже посмотрим, либо в этом, либо в следующем видосике. Может быть в этом покажу или же растяну на следующий видеоролик. Ну а пока я еду... Да ёб твою мать, блять, пидарасы, сука, сука, мотоцикл, братик. Ну а пока я еду к новому острову, братики, я вас попрошу поддержать данный ролик лайком. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и установите колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда выходят у меня стримы и ролики на канале. Пацаны, я приехал к этому месту. Ебать, просто жопа, пацаны. Тут нету ничего, тут нет дороги, тут абсолютно ничего нету. Насколько вы помните, вот здесь вот был заезд на мост. Ты заезжаешь на мостик, едешь через долгий длинный мостик и попадаешь на Нью-Айленд. На здоровый-здоровый остров, где куча домов, куча бизнесов и так далее. Который являлся фишкой Аризоны. Новый остров просто стерли с лица земли. Ебать, как-то грустненько даже. Кстати, напишите в комментарии, как вам теперь оптимизация Аризоны. То есть, есть ли лаги там, есть ли рассинхроны и так далее. Оп, ебать, и что это такое? Мне одному кажется или я вижу там какую-то машину, блядь, элегию, которая стоит на дне океана. Какая-то странная залупа. Парни, ввожу вас в курс дела. Нового острова больше не существует. Напишите, рады вы или расстроены. В общем, напишите все в комментарии. Я обязательно все прочитаю и лучшие попадут в следующий видосик. Также, смотрите, мы открываем инвентарь и тут сразу видим изменения. Тут появляется какая-то дополнительная стрелочка, секция. Мы на нее нажимаем и, вот честно, я не знаю, что это такое. Возможно, это для оружия. Возможно, это еще для чего-то. Пока что в официальных группах Аризоны не было анонса обновления, не было записи обзора, да, обновления. Поэтому я абсолютно не могу знать, что это такое. Серьезно. Если кто-то знает, то можете тоже сказать мне. Также, куда перенесли все дома, бизнесы. Я бы очень хотел посмотреть, куда перенесли эти самые дома с Нового острова. Но я знаю только, куда перенесли бизнес. Давайте сейчас отправимся к амуниции. Вот мне интересно, где находится амуниция. Потому что ее говорили, что перенесут в гетто. И, кстати, я вот буквально не спал всю ночь, сутки не спал. Думал, обновление выйдет после рестарта. То есть, это 5 часов по московскому времени утра. И я специально не спал, у меня уже было 7 утра по моему времени. Обнова просто не вышла. Я забил хуй и лег спать. Конечно, было грустно, потому что я хотел первым попробовать это обновление. Посмотреть, что да как. Но, к сожалению, оно не вышло после рестарта. Но, думаю, за то, что я не спал, можно и, в принципе, поставить лайкосик. А вот, походу, и амуниция, парни. Да, это, по-моему, она. Так, ну-ка, кто владелец? Ох, повезло же этому владельцу. Короче, пацаны, чтобы вы понимали, насколько я проебался. Эта амуниция стояла на Новом острове. Мне ее предлагали купить за 200 миллионов. То есть, где-то месяца два назад. Не знаю, какая там была финка, но предлагали мне эту амуницию за 200 лямов. А сейчас она стоит порядка, наверное, 1 миллиарда, как мне говорили. Потому что ее перенесли в гетто. И такого просто-напросто никто не мог ожидать. Поэтому бывший владелец этой амуниции жестко наварился. Ну и, в принципе, это тоже наварится, я думаю. Что тут по ценам, кстати? Ну-ка, ну давайте что-нибудь купим. Что бы нет. Ебать, дигал 20 тысяч, блядь. Ладно, возьму одну штукенцию. Сделаем финку владельцу. И мой мотоцикл просто каким-то волшебным образом, блядь, исчезает. А я спиздил в скутер у бомжа, заебись тогда все. Так, тут пацаны говорят, новый остров убрали. И теперь спавн в жопе ЛВ где-то находится. Так, а куда перенесли ЖК? Куда перенесли херню с квестами? В СФ перенесли. Ебаться, улыбаться она. Парни, я, конечно, ничего не хочу сказать, но я сейчас просто ехал в ЛВ и вижу слева просто какую-то непонятную херню. По-моему, это перенесли сюда завод, пацаны. Там же был на новом острове завод и, походу, его перенесли сюда. Блин, реально, мне, пацаны, так все интересно. То, что я не успеваю. У меня просто глаза разбегаются, я не знаю, что где смотреть. Да, пацаны, я угадал. Теперь здесь будут собирать машины и смотреть, когда какая машина слетает. Но про слет машин, кстати, я не знаю, изменили что-то или нет. Но вот про дома и бизнесы, новая ловля, это однозначно. Если вы реально этого захотите, в следующих роликах я попробую даже что-то словить для вас. Хотя я, блядь, не умею нихуя это делать, но ладно. И посмотрим, какая теперь вообще на самом деле система вживую, на практике и так далее. Поэтому, если вы покажете хороший актив, то я прям сразу после этого ролика сяду записывать другой. Все, парни, я нашел ЖК Ультра. Она находится в натуре, прям возле радиоцентра Сан-Фьера. И, в принципе, здесь, думаю, самое место. Как раз-таки эта высотка пустовала и все четенько. И в этом транспорте закончилось топливо. Блядь, сука, сука. Также, парни, воспользуюсь случаем. Хочу подбежать к своему отелю, к своему бизнесу. И напомнить вам, что если у вас нет жилья, нет дома, то можете заселяться именно ко мне. Потому что здесь... О, тут даже народ есть. Потому что здесь вот раз, два, три, четыре, пять свободных номеров есть. Так, Арнеса, привет. Ой, сколько пацанов-то налетело. Привет, привет, пацаны. И мне теперь кажется, что финка моего бизнеса немножечко возрастет. Потому что, смотрите, сюда перенесли, считай, ЖК Ультра. То есть, прям возле моего отеля, можно сказать. Это только мои догадки. Не знаю, как это взаимосвязано. Но просто мне это кажется. Хочу напомнить, что заселение у меня стоит 15 тысяч. Один раз вы платите 15 тысяч. А потом каждый час просто по 400 вирт платите за проживание. Вот и все. Ну и в общем, парни, на этом я уже буду, наверное, заканчивать. Я надеюсь, вам понравился такой вот информативный немножечко ролик. Повторяюсь, если вы проявите большую активность, я это увижу. У меня прям дух зарядится мотивацией. То я сразу же сажусь снимать ролик про новую систему ловли. Попробую словить там дома, еще что-то. Попробую купить специальную машину и посмотреть новую систему на автобазаре. Потому что там стало, в принципе, как на ЦР. Теперь обманов вроде бы не должно быть на автобазаре. Вот это мы с вами все и проверим. С вами был Эрнесто. Не забывайте подписываться на канал, поддержать меня лайком. Оставить свой топовый комментарий. Всех люблю, всех обнимаю. Всем пока.